Завершился первый круг на молодежном чемпионате Европы по футболу. Кто лидирует? Посмотрим положение в каждой группе. Группа А. Хозяева турнира грузины обыграли португальскую молодежку 2-0. Голами отметились Гагуа из 4-й испанской лиги и Сазонов из московского Динамо. А третий гол португальцы им не дали забить, сорвав выход 1-1 ценой красной карточки. В итоге сборная Грузии нанесла всего 4 удара по воротам, однако успешно дебютировала на молодежных чемпионатах среди футболистов до 21 года. Бельгия-Нидерланды 0-0. Сборная Нидерландов красавчики. Не проигрывают никому с июня прошлого года 16 матчей подряд. Расписание второго тура. Грузия сыграет с Бельгией, а Португалия с Нидерландами. Таблица этой группы. Грузия 3 очка. Нидерланды-Бельгия 1. Португалия 0. В плей-офф, напоминаю, выходит по две сборные каждой группы. Группа Б. Украина-Хорватия 2-0. Игру обслужил судья из Швеции Мохаммед Аль-Хамим. Алексей Кощук заработал гол плюс пас. Он выступает в чемпионате Азербайджана за Сабах. Румыния-Испания 0-3. Молодежная сборная Испании одна из самых титулованных команд. На ее счету 5 Кубков Европы. А сборная Румынии вместе с Грузией является организатором данного турнира. Расписание 2-4 июня. Румыния-Украина и Испания-Хорватия. Таблица. Испания-Украина по 3 очка. Испанцы выше за счет разницы мячей. Хорватия-Румыния 0 очков. Группа Си. Чехия-Англия 0-2. Возможно, национальная сборная Чехии сильная, но молодежка ее не может выиграть уже шестую игру подряд во всех турнирах. Три поражения и три ничьи. Добавлю, что команды эти выступали в одной группе отбора к этому турниру и заняли два первых проходных места. Германия-Израиль 1-1. Немцы дважды не реализовали пенальти в каждом из таймов. Молодежные команды сыграли между собой. Между прочим, уже девятый раз. Израиль ни разу до сих пор не победил. А вот интересный факт. Вместе с Германией в одной группе отбора должна была выступать Россия, но не провела ни единого матча. А вот вторая команда той группы Словакии уступила в стыках Украине. Расписание. Чехия-Германия. Англия-Израиль. Игры состоятся 25 июня. А сейчас таблица. Англия 3 очка набрала. Германия-Израиль по одному. Чехия 0. Группа D. Норвегия-Швейцария 1-2. Норвегия впервые за 10 лет пробилась на Евро. Франция-Италия 2-1. Француз Баде из Севильи был удален в концовке игры. Италия самая опытная команда. Это ее 22-е участие. Наряду с испанцами они имеют 5 трофеев. Надо напомнить, что эти сборные на официальном уровне не встречались с 1999 года. Последний товарищеский матч был тоже давно, 5 лет назад и закончился 1-1. Расписание. Швейцария-Италия и Норвегия-Франция. Таблица. Швейцария-Франция 3 очка. Норвегия-Италия 0. Лучшие бомбардиры и ассистенты. Ряд игроков забили по голу. Аци Тайшвили из Грузии имеет две передачи. Он лучший ассистент. Ставьте нравится. Смотрите выпуск о жеребьевке второго раунда отбора в Лиге Чемпионов. До встречи на Спортивном. Услышимся.